Надежда Самкнулова любит отдыхать на даче не только летом. Частенько вместе с мужем заглядывают в свой домик в пригороде Бобруска и осенью. Первым делом семейство проверяет главный источник тепла – печку. Смотрим, чтобы не было никаких нидей дыр, чтобы все было заделано, чтобы дым не проходил. Когда камин топим, так у нас стоит специальная сетка. Важная часть подготовки к отопительному сезону – чистка дымохода. Осевшая на стенах трубы сажа мешает оптимальному выводу дыма и правильному горению топлива, вследствие чего может возникнуть пожар. Чтобы избежать беды, специалисты рекомендуют проводить чистку хотя бы раз в год. Однако делать такую процедуру самостоятельно не всегда безопасно. Лучше вызвать профессионалов. Чем чище ваша печь, тем меньше топлива вы расходуете для того, чтобы отопить ваш дом. Бывают такие случаи, когда поднимаешься и видишь, что балки крыши, они уже все в саже и даже имеют уже такой момент, как уже обугленные они. То есть, ну, буквально люди находятся на самом деле в большой опасности, потому что их печь в непригодном состоянии. Сама процедура не займет много времени – от 30 минут, но сможет спасти имущество и даже жизнь. В этом году причиной четверти пожара в Бобруйском районе стала неисправность печи. Спасатели неустанно напоминают и о правилах эксплуатации. Самое важное, что нельзя делать, первое, это хранить на печи различные вещи, сгораемые материалы, в общем, скажем так, да. Растапливать печь бензином, керосином, в общем, легко сломняющимися жидкостями. И нужно правильно печь топить, то есть протапливать ее периодично. Это позволит избежать перекала печи и появления трещин. Также, говорят спасатели, необходимо прибить притопочный лист или залить негорючее основание. Подойдет цемент или плитка. Подготовиться к отопительному сезону гораздо дешевле, чем устранять последствия пожара. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360.